Возле входа в Центральный Музей Вооруженных Сил Российской Федерации много людей. Дети разрисовывают танк. Их родители подходят к кассе и возвращаются в хорошем настроении. В музее день открытых дверей. Вход свободный. Сегодня мы решили сделать праздник для всех, кто придет в Центральный Музей Вооруженных Сил. Потому что сегодня компания Wargaming сделала подарок для нас всех. Она платила все билеты, все экскурсии, поэтому на экскурсии и входная плата в музей сегодня 20 минут все будет проходить бесплатно. Так как мероприятие совпало с Днем защиты детей, многое было сделано специально для них. Кроме экскурсий и тематических выставок, каши из полевой кухни и концерт. В Центральном Музее Великой Отечественной Войны на Поклонной горе детей ждали квесты, конкурс рисунков на асфальте и викторины с призами. Проникнуться атмосферой музея помогали экскурсоводы в военной униформе. Было несколько театрализованных представлений. Так, кто мы такие? Кто мы такие? Товарищ гвардик и капитан, нужно спрашивать не у нас. Военно-технический музей в Черноголовке проводил день открытых дверей впервые. Сегодняшняя акция «Помним все». На самом деле, все, что мы планировали, все получается. Сюда мы пришли с внуками, с бабушкой, показать внукам технику, которая принимала участие в Великой Отечественной войне. Мы приехали из Фрятина. Первым делом мы прошли тут боевую подготовку молодого бойца, скажем так. Потом нам показали много разных видов техники. Также мы прокатились на бронтерспортере. Вообще, в этот музей мы собирались давно. Все никак не могли собраться. И вот наконец-то в день защиты детей собрались. Очень приятным сюрпризом оказалось, что здесь вход бесплатный. Много очень для детей интересного. Познавательный, хороший музей, интересные экскурсии. Поэтому нам очень понравилось. Мы сюда приедем еще. И я обязательно привезу сюда своих учеников, чтобы на самом деле уроки истории провести в реальной, можно сказать, обстановке. Еще один участник акции – музей истории танка Т-34 в деревне Шолохово, Мытищинского района. Здесь каждый мог узнать историю танкостроения, без ограничений полазить по настоящим боевым машинам и устроить баталию на радиоуправляемых танках. И все это под звуки оркестра. Самое знаменитое место в истории наших бронетанковых войск – это деревня Прохоровка. Здесь произошло одно из крупнейших танковых сражений в мировой истории. В рамках акции «День открытых дверей» посетителей принимал местный музей-заповедник «Прохоровское поле». В его экспозиции важное сочетается с интересным. История битвы на Курской дуге с возможностью повертеть в руках оружие, которое раньше видел только в кино. Пока в залах музея одна за другой шли экскурсии, в компьютерном классе кипели сражения. Мальчишки за компьютерами вели в бой нарисованные танки. И очень хочется, чтобы это была единственная война, которую они увидят в своей жизни. История битвы на Курской дуге История битвы на Курской дуге